Тоже немного. Ты думаешь, я там целый день снимаю, а потом его целый день сижу и его редактирую? Нет, Миша, так мы не делаем. Мы снимаем. Ну сколько? Надо ещё что-то делать. И дома, когда ты приходишь, ты тоже там особо уже уставший, и тебе уже, так сказать, а ещё и поужинал вечером, ты далёк от искусства. Поэтому старайся делать это всё на быстрый опыт. Бывает даже такое, что если вот не сделал сегодня, завтра, то бывает это остаётся уже в архивах. То есть уже руки не доходят. Поэтому вы, ребята, меня объяснили. Миша, ты тоже меня, так сказать, пойми, что не судите строго, когда там не всё получается у меня с первого дубля. Я не волшебник, я только учусь. Ну вот сегодня я попробую, говорю, поработать с Мишкой на камеру и рассказать историю. Или можно продолжить ту историю по поводу джипсуса, да, который вот мы брали цветной материал. Когда мы начали колеровать уже Марсель, и что мы добились этим? Получается, что за счёт того, что была отколированная масса, и мы колеровали ещё и воск, то мы делали следующий манёвр. Уже получалась многоцветная аппликация, то есть многоцветный декор. Второй момент, что мы ещё делали, мы могли отколировать модельные массы более таких насыщенных цветов, да, и тогда мы избегали пятен очень, которые, так сказать, смущены, ну, так сказать, доставляли нам массу хлопот. Когда была подложка белая, вот я помню, когда я начинал, вот белые подложки были, цветной воск, тогда никто не говорил, что его нужно грунтовать, вот, и мы его, так сказать, и размывали там, и потели. Вот всё равно эти пятна были с помощью вот этой лессировки, когда накладывался один слой воска на другой воск. А когда мы массу подколеровываем, то это и воск тоже цветной, так сказать, этих цветовых пятен, они, ну, не такие резкие. Вот, поэтому тоже это было таким, ну, передовые, это были, так сказать, идеи, на то время это было 90... Нет, это уже были двухтысячные, да, это две тысячные, ну, третий, четвёртый. Ну, Венеция, тоже интересно, как мы делали уже первое впечатление от венецианская, от римской штуки. Вот, и я помню эти чувства, первое, когда мы начинали с югославской венецианки, как жмут, триора называлась. И взяли за самую сложную, многоцветную. Вот, и я помню, когда матушь, по-моему, приехал, тоже мастер, и нас похвалил, ну, конечно, были более счастливых людей, да, трудно было и представить в то время. И тогда мы полировали её на сухую, на сухую мы её полировали. Вот, можно представить, да, сколько там нужно было усилий, сколько это затрачивалось сил, сух, так сказать, я помню, как я говорю, это были слёзы, кровь, весь в слезах и руки в крови. И, ну, это было такое, наверное, самое интересное, яркий тоже был период, когда мы встретили мастера Миша Заванева, и он нам показал, как можно полировать на муку, ну, на полуподсыхание венецианку. Ну, и это было, как будто бы открылись небеса, то есть это было что-то, нечто, когда... Я видел первый раз, когда человек, да, с такой лёгкостью мог наносить венецианку, то есть играючись, то есть это было, ну, таким серьёзным, не скажешь так, ну, хорошим потрясением. И на то время я уже тогда считал себя состоявшимся мастером, это уже было, с 98-го где-то начали делать, это было в 2000, уже два года, да, я уже был таким... Уже крылья почувствовал, и вот Миша нам показал, как полировать на муку. И его учили итальянцы, вот чем тоже интересно. Мы, получается, такие, как доморощенные больше, то есть мы там учились, да, там, по видео, мы учились по буклетам, то есть у нас не было практики, то есть мы не работали с итальянцами, чтобы там воочию посмотреть, как это правильно делается. Только на выставках мы их видели, на международных, ну, и общались через переводчик. Ну, и тоже нас восхищало, как с такой лёгкостью они, ну, с виртуозной лёгкостью они владели, да, венецианкой инструментом. Мы же, так сказать, подходили к этому делу всегда таким, как будто под дулом автомата, да, там под дулом пистолета. Вот это, наверное, наша лагерная система, она отложила ей отпечаток, да, какие-то, что-то внутреннего человека. Но об этом другой раз. Вот, Венецию мы прошли, и, да, появился Марсель, я уже про Марсель рассказал. Многоцветный наброс, там, осваивали мишка, компрессор, это был 98-й год. И что ещё у нас было интересно таким знаменателем? А, ну, и 2000, 2000, 2000 год я уже начал пробовать себя, свои силы в салон, на фирмах. То есть тогда мы одна фирма, другая фирма. И в 2004-м уже почувствовал, что я уже вырос. Сказать дворовых команд, захотелось мне в высшую лигу. И пошёл я, Мишка, в высшую лигу. Да, так вот, да, чемпионы, лига чемпиона, да, высшая лига. Почему-то мне там казалось, что вот там счастье, ребята, там счастье. Ну, это было далеко, Миша, не счастье. Счастье, это, конечно, когда ты... Ну, и, наверное, без этой практики, наверное, может быть и... До сегодняшнего дня я бы занимался, может быть, ещё маляркой. Ну, может, декором бы я занимался время от времени. А так это уже было таким направлением, чтобы мы занимались уже только декором. То есть мы уже маляркой не занимались, приходили уже на готовые стены. Ну и также, как сказала Юля, и я повторю, что были небольшие объёмы. То есть те объёмы, которые там вы видите на видео, там, когда мы дома делаем. Такие объёмы мы попадаем раз в десять лет. То есть это, ну, раз в семь лет, ладно. Обычно такие небольшие, да. То есть это, вот как здесь, да, такие... Комнатки, да, там, как панно. Вот. Поэтому, там, как я говорю, больших денег мы не зарабатываем. Ну, а на маленькую булочку с маслом бенежка можно было заработать. Как говорила Юля, я говорю, без кусочка хлеба мы никогда не оставали. Поэтому, ну, как Юля, делайте с нами, делайте как мы, да, делайте лучше. С вами Валик Антонов, да, Лебуда. Пока.